И знаю ситуацию в Каши Господа в Сталгоградской области, в Урганской, так как обеды измерены. Завод номер 9 входит в корпорацию «Валвагонзавод», который сейчас активно участвует в программе модернизации производства и технических вложений. Значит, вот абсолютно правильно поднались вопросы о том, что инженерам необходимы экономические знания. Мне, по свою очередь, хотелось поднять на две вопросы. Это вопрос о том, что экономистам необходимы дженерные знания. А особенно когда это касается процесс всех инженерализации. Что на данный момент, какая есть картины, какая на виде цены, например, в Северосбеку. Начиная с середины 90-х годов, все правильно сказано, экономисты, учебные заведения были переориентированы на обучение студентов банковским вопросом, различные финансовые организации, прочее-прочее. И практически были потеряны, скажем так, технические дисциплины. В условиях тех переоружений, тех задач, которые ставятся перед предприятием Высшего православа, невозможно провести мутернизацию производства без грамотного экономиста, без его хотя бы высокого базового подготовки в техническом плане. Извините, как он может подготовить планы для бюджета организации на текущий, на будущий год, на десятилетие, если он элементарно токарный фейзер, этого не отвечает. Проблемы хороших экономистов, трудовиков, плановиков, бухгалтеров, они есть сейчас у предприятий Северского областа. Те, скажем так, кадры, которые сейчас приходят, не соответствуют тем требованиям и тем задачам, которые стоят перед предприятием. Это очень низкий уровень базы технической подготовки, либо его полное отсутствие. Еще раз повторюсь, в этом плане мы прекрасно понимаем, что нагрузка возрастает на других работников. А это, в свою очередь, приводит к негому хаосу и бессистемности работы. Я считаю, что эта проблема очень важна. И руководители корпорации так же считают, потому что найти хорошее количество сейчас, это очень большая проблема. Я думаю, что ни для кого не секрет, я не ошибусь, наверное, если скажу, что это, скорее всего, такова ситуация по всей стране. Там, где жило, я еще раз повторюсь, где жило именно производство. Там, где не жило, дефицита кадров нет. Они уничтожили производство, эти кадры выпреснулись на рынок, и они не востребованы. Кроме того, мы потеряли большое поколение. То есть, если обратить внимание и провести анализ работников, когда проводишь анализ персонала, то заметно, что в возрасте, условно говоря, от 25 до 45 лет грамотных инженерных работников или экономистов практически нет. Это поколение потерянное, а вот это поколение 90-х. Если его сейчас еще и далее потерять после, грубо говоря, тех молодых 20-летних и не расти 25-летних, ну, я думаю, что тогда вообще можно будет ставить вопрос у жизнедеятельности моих предприятий. Потому что, ну, без нормального экономиста нормально управлять эти деньги невозможно. Это вот очень актуальная проблема. Опять-таки, тут надо найти баланс не только в плане того, сколько нужно экономического образования, условно говоря, сколько технического, ну и нужно вообще понять для себя, какое-то провести исследование, а сколько вообще нужно экономистов с техническим образованием, сколько экономистов с таким-то образованием, сколько таких, чтобы понимать рынок. И целенаправленно их готовить, и их профориентировать, и выработать такой механизм, чтобы они закреплялись на предприятиях, и не уходили, опять-таки, в другие области экономики, которые, ну, более привлекательны, возможно, там, ну, с материальной точки зрения, но не с точки зрения профессионального развития. Вот такой вопрос хотелось бы поднять. Я дико извиняюсь, мне нужно будет смотреть. Спасибо большое, что предоставили слово. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо.